Продолжение следует... Какие цели, какое настроение, потому что вы все-таки переходите на свои поля, дебют, что скажешь? Настроение побегать в свое удовольствие. На своих полях много людей играли в Христианке, поэтому не новость. То есть у вас практически будут все игроки с опытом? Ну в принципе все игроки с опытом, но я не сказал бы, что все играли в Христианке. Сплав опыта молодости. Ну и как ты считаешь, ты кого-то вообще в командах, которые принимают участие в автро-лигерах? Да. Кого ты считаешь фаворитами? Ух, конечно. Те, которые в прошлом году были в верхушке. Еще в принципе не знаю, там есть ли Днепр. Профи я слышал уже в первой лиге. Те, которые были, те должны и остаться в принципе. Твои пожелания игрокам команды Арсену Киев? Получать удовольствие от игры, меньше травм, как и все. Команда «Вас Киев» каким высотом, целями идет? Как настроение у вас настроит? Настроение подготовительное. Час больше, скажем так, организационные нюансы нас интересуют. Сбор команды, опять же, тренировочный процесс. Исходя из этого, как бы уже будем дальше смотреть, чему мы хотим добиться. То есть, исходя из настроения и вклада игроков, уже будем ставить себе цель. То есть, хорошо начать, но и как бы свое удовольствие играть. Много ли у вас новичков появилось в команде? Нет, судя по товарищеским матчам, новичков у нас практически нету. Там ожидаются пару вороты, потому что есть нехватка на данной позиции. Пока что нет. Посмотрим, оно как всегда начинало сезон, люди начинают протягиваться. Скажи, пожалуйста, от кого ты видишь фаворитами в этом году? Вот. Так что, не слукавить, да, кроме нашей же команды. Не знаю, посмотрим, посмотрим. Потому что, так как бы, кажется, можно после первого круга делать какие-то выводы. Но, зная второй круг, зная то, как команды начинают собираться, тому, как подходить начинают к этим вопросам, все может резко поменяться. Из фаворитов, я не знаю, мне кажется, прошлый сезон для нас это было что-то новое для всех. И, я думаю, каждый в этом сезоне проявит свою какую-то самую сильную историю, сделать какие-то выводы, усилить свои составы. И, я думаю, это будет интересно. Я даже не предполагаю, кто действительно сможет побороться за первое место. Ну и твои пожелания игрокам команды «Вас Киев»? Ребят, получаете удовольствие от игры, прийдете на тренировки, вкладываете света и уведомляетесь в результаты. Руэм, скажи, пожалуйста, у вас дебют во второй лиге, команда «Отразный», готовы ли на свои поля? Как вообще? Поле свое готово, и мы готовы играть. Очень интересно. И ждем с нетерпением начала сезона. Скажи, пожалуйста, в целом сколько у вас новых игроков появилось? В целом, возможно, 2-3 на данный момент. И еще ожидается, допускается 2-3 вдобавку. Вот так, в основном, все свои. Ну и цель вашего, думаю, как о конусе? Мы хотим показать наилучший футбол. Наша цель, в первую очередь, познакомиться с соперником на практике. Вот. Показать лучшую игру и достичь максимальных высот во второй лиге. Твои пожелания игрокам команды «Отразный»? Играйте так, чтобы после матча оставаться друзьями и не выносить гнев и прочие обиды с поля. Живите в добре имя. Скажи, какого на сцене у команды «Титан» на чемпионат? Мы настраиваемся на борьбу, конечно, хотим занять в одно из первых мест хотя бы в пятерку попасть, потому что в том году мы занялись средним местом в таблице, поэтому надо прогрессировать и занимать более высшие места. Хотелось бы, конечно, в тройку войти, но если закрепимся в пятерке, это будет для нас огромный результат. Кого ты считаешь фаворитами в этом году? У нас, я так понял, появился «Олимпик», мне кажется, они будут основные, потому что мы с ними уже пересекались и на маленьких полях, и на больших ребята с играми играют. Многие из них играли в нашей команде, помогали нам, поэтому мы их знаем, мне кажется, они будут довольно конкурирующие команды в этом турнире, в этом году. Ну и твои пожелания участникам своей команды? Ну, стать коллективом целым, бороться на поле, помогать друг другу и выполнять задачи, и помогать лучше. Вот что раз, какое настроение у команды вашей на предстоящий сезон? Хорошее, отличное даже, можно сказать. Очень много игроков собралось, будем стараться играть, занимать чуть выше позиции. Все горят желанием. Какие основные выводы вы сделали по сравнению с прошлым годом? Ну, как выводы? Мы поменяли игроков, где-то больше половины команды. До этого вывода, там много новинки приходило. Сейчас все как-то по-другому. Выводы, конечно, очень плохие. Мы очень плохо сыграли, что в защите, что в нападении. Вот, буря, вообще никаких не было, нет у нас. Вот, поэтому дальше у нас будет только лучшее игрение. Скажи, пожалуйста, ваша цель. Цель? Остаться выше среднего места. И твое пожелание участникам твоей команды? Участникам моей команды? Игрокам твоей команды. Ну, хочу, чтобы не набрались смелости и как-то сыгранности. Потому что что-то у нас в последнее время не получается, даже на творческих игр. Нету смелости, что-то не видно. Этого, какого-то оптимизма, я не знаю. Все как-то просто поиграть хотят. Но, желаем больше смелости. Пару слов о команде Троя. Какое настроение на этот сезон? Ну, скажем честно, судя по всему, если взять с прошлого сезона, мы, конечно, заявили сейчас 9-й тура. Настрой у нас, конечно, сейчас боевой. Будем влаживать все свои силы, собираемся с командой. Будем встроить все свои силы, лишь бы показать достойный результат нашей команды. Проистое у вас усиление команды? Усиление? Ну, пока у нас даже ни усиление, ни ухудшения не произошло, но мы выведем на поле сильный состав. И до каждого соперника в нашем сезоне мы достойны. Кого, что за фаворитами есть какая-то команда? Честно, зная вот только вот, может, как один ФК Титан, это я знаю, то есть по другой лиге, то, может быть, это они будут как фаворитами. Ну, и пожелания игрокам своей команды? По желанию? Не знаю, давайте, ребята, соберемся и будем показывать наш сильный результат. Пожалуйста, какие цели у вашей команды на предстоящий сезон? С цели, по крайней мере, не вылететь, потому что лига для нас нового, это новый формат, вот, и до этого играли на Ленинградке в формате 8 на 8, сейчас переходим на большое поле, ну, посмотрим, хотя бы остаться, в десятке закрепиться. в связи с переходом появились ли у вас усиления? Да, конечно, усиление появилось, и появились непосредственно новые игроки, и также, я даже не знаю, как сказать, вернулись игроки, которые уже играли за шансон, возрастные, фамилии называть не могу, да? Хорошо, скажи, пожалуйста, также, ну, ваше, в каком месту вы собираетесь идти, все-таки? Ну, надеюсь, в пятерку мы, ну, я думаю, что точно не войдем в этом году, я просто не знаю команды, которые тут играют, вот, как бы, ну, уровень я, по сравнению с прошлым годом, я увидел, что уровень второй лиги вырос, поэтому, ну, будем бороться, цепляться, хотя бы остаться в десятке. И твои пожелания участникам команды Самсон? Трудились, доказывали на поле, что мы действительно достойны играть в этой лиге. Скажи, пожалуйста, вы переходите на большое поле, насколько сложно вам будет это или легко? Да, мне кажется, что будет легко. То есть, вы готовы? Да. Скажи, в основном, произошло ли у вас усиление состава? Да, все же остались, мы пара, первые, я, 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 и все. Ты кого-то знаешь из команды второй линии? Я знаю только Арсенов, то есть, тоже играл с ними, и в день. Ну, и ваша цельная? Цель? Ну, хотя бы в пятерку или в тройку попасть. И твои пожелания игрокам команды новой эры? Ну, чтобы были сильные, играли отлично, были, как бы, команды были они, и было, поведение было у них, и все. Коль, команда Ливерпуль-2, что можешь сказать, какие у вас цели? Цели у нас очень хорошие, мы настроены на сезон по боевому, проводим много контрольных спаррингов, тренировочный процесс также у нас присутствует, команда готовится к сезону полным ходом, думаю, к сезону готовы, как никто другой. Скажи, пожалуйста, пару слов о команде Ливерпуль-2, что же это за команда? Точно такая же команда, как была в прошлом году, пара новых игроков, ну, и, как бы, внесли некоторые коррективы в расстановке, ну, как бы, все остальное прежде. Твои пожелания игрокам команды Ливерпуль-2? Быть сильным духом, быть настойчивым, отдаваться игре по полной. Какая цель, вот, у команды казаки? Вот пару слов о вашем коллективе. Какая цель в этом турнире? Ну, естественно, засечь, как бы, призовых мест, как бы, пробиться в первую лигу и участвовать в ней, добиться там успеха. А сложно ли будет это сделать? Вы, вот, как дебютанты? Честно говоря, даже, не знаю, но и пожелания игрокам команды казаки. Желаю всем успехов, без травм пройти, без таких сильных эмоций, как бы. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, какое настроение настроило вашей команды на этот сезон? Настроило только одну победу. Победу. Скажи, пожалуйста, усилились, вы поменяли название, Харьковский, чем это связано? Потому что мы живем, в принципе, на Харьковском районе, в Масье, и из этого ради названия. Пришли новые люди, то есть, мы будем стараться побежать в каждой игре. Максимальные задачи всегда оставим. То есть, в тройке, мы же будете 100%? Собираемся, в окраине, где-то будет. Твои пожелания участникам этой команды? Чтобы все были здоровыми, без травм, без сезона нашелся. Это было удачно. Удачных игр.